Полная перезагрузка или как повысить эффективность бизнеса. Сегодня и в ближайшие выходные Ненецкий аграрно-экономический техникум станет местом притяжения предпринимателей округа. Там стартовал форум «Бизнес-завод». Как заявляют спикеры программы, трехдневный практикум поможет людям по-новому взглянуть на свой бизнес, а тем, кто еще не решился открыть свое дело, действовать решительнее. Практические навыки, полученные на семинаре, будут актуальны в самых разных сферах бизнеса, независимо от географии и начального капитала. Изменить сознание и вывести бизнес на новый уровень. Такую задачу перед своими клиентами ставит одна из крупнейших школ бизнеса «Синергия». Ежегодно в ней обучаются более трех тысяч российских бизнесменов, которые стремятся к интенсивному развитию своего дела. Как говорят коучеры программы «Бизнес-завод», во всем мире бизнеса действуют одни и те же правила. «Есть гигантская ошибка у оригинальных бизнесменов, в том числе и ваших, то, что у вас типа чего-то нельзя, вы такие все закрытые, тут все сложно, денег нет и все такое. Абсолютный бред – это основное, на чем я буду работать сегодня. Я хочу людям пояснить то, что нет вообще никаких границ и можно все рвать и метать, если делать правильные действия. Ну и, естественно, будем говорить про маркетинг, про упаковку бизнеса, про трафик. То есть такие вещи, которые сейчас пользуются популярностью наших клиентов, мы все это будем рассказывать». Программа охватывает главные направления ведения бизнеса – от грамотного сервиса до продвижения в социальных сетях. Последнее сегодня особенно актуально. Без собственного сайта или паблика в соцсети продать свой товар очень сложно. Будет рассматриваться и специфика региона с небольшим спросом и затрудненной логистикой. А потому практикум станет полезным для начинающих и опытных предпринимателей. Ольга Смирнова относится скорее к первым. Около года назад она открыла мастерскую эксклюзивного текстиля. Шьет салфетки, скатерти, косметички с вышивкой на северную тематику. Уникальные вещи продает через соцсети и на ярмарках. Планирует расширять производство и рынки сбыта. «Для меня сейчас основная задача – это организовать мастерскую, полноценную мастерскую, где бы уже работали швеи, вышивальщицы, то есть, чтобы наладить уже массовое производство, и это бы позволило работать уже на более широкую аудиторию. Продвигать этот продукт уже не только на ненецком рынке, но и на российском, в первую очередь». Накануне форума эксперты побывали в Центре развития бизнеса. Им рассказали о грантовой поддержке предпринимателей, успешных проектах и тех, которые ждут своего часа. К примеру, химчистка, салон красоты, свиноферма, фитнес-кафе, заполярные травы. Готовые бизнес-планы с просчитанными рисками и финансовым обеспечением пока не нашли своего инвестора. «Для нас ведь не секрет, что у нас жители округа все стремятся работать в бюджете, потому что это гарантированная зарплата, это гарантированные льготы. Предпринимательство – это, конечно, ответственность и всегда риск. В принципе, если предприниматель будет применять те шаги и механизмы, которые ему дадут на этот тренинг и будет развиваться, то и уровень зарплат у предпринимателя будет достойный, как и у бюджетного учреждения». На участие в практикуме «Бизнес-давод» заявки подали более 300 человек. По итогам форума каждый участник получит не только практические навыки ведения бизнеса, но и пошаговый план развития собственного проекта на ближайшие шесть месяцев.